Добрый день. У микрофона Ольга Болезина. В нашей студии сегодня руководитель центра «Мой бизнес» Ольга Елгешина. Приветствую вас. Добрый день. Мы все, конечно, понимаем роль бизнеса в нашей жизни. Чем дальше, тем сильнее понимаем, как мы от него зависим. Каждый человек. Это не только наши рабочие места, но и качество жизни. Оставим за скобками власть и налоги. Просто каждый человек, выходя на улицу, когда видит пустые площади к аренде, он расстраивается. Когда он видит какие-то новые открывающиеся кафе, заведения, он рад, потому что это и качество жизни улучшается. И что-то говорит о том, что есть идеи и люди, которые вокруг их создают. Конечно, поддержка бизнеса, которая проходит сейчас через центр «Мой бизнес», как-то аккумулирована именно там. Это очень важно. И давайте начнем с того, что сейчас делается государством и центром «Мой бизнес» для поддержки предпринимателей. Да, на самом деле вы правы. Нас кругом и везде окружает малое и среднее предпринимательство. То есть мы активно пользуемся услугами малых и средних предприятий, производителей, торговля. То есть кругом нас он окружает. И поэтому, несомненно, помощь малому бизнесу сегодня очень важна и нужна. И для этого в 2019 году на первом этапе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Кировской области был создан центр «Мой бизнес» на базе Кировского областного фонда малого и среднего предпринимательства. В чем же поддержка центра «Мой бизнес» на сегодняшний день заключается? Это основная поддержка финансовая. То есть центр «Мой бизнес» является микрокредитной компанией и предоставляет льготные займы субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях. Также центр «Мой бизнес» является региональной гарантийной организацией, то есть может выступать поручителем по банковским кредитам и банковским гарантиям. Также центр «Мой бизнес» выполняет функцию центра поддержки предпринимательства. Это проведение различных образовательных мероприятий, семинаров, мастер-классов, оказание консультационных услуг, финансирование затрат по сертификации продукции предпринимателей, по выводу их на электронно-торговые площадки, упаковка бизнеса во франшизу, оплата выставочно-ярмарочных мероприятий. Еще одно из направлений – это курирование центра кластерного развития. На сегодняшний день за три года реализации национального проекта количество кластеров у нас выросло с одного до шести. Функции центра кластерного развития заключаются также в финансировании услуг по выводу новых продуктов на рынке, написании технико-экономических обоснований продукции, проведении маркетинговых исследований, также проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, декларирование, сертификация продукции, то есть именно для участников кластера. То есть в центре «Мой бизнес» это как единое окно, единая точка входа для предпринимателей, как мы его еще называем, домом предпринимателя. Можно получить услуги от консультации до выдачи займа. Коронавирус, конечно, мне кажется, поднял интерес со стороны предпринимателей к центру «Мой бизнес». У вас там была горячая линия, я думаю, что она была действительно горячей, когда только-только вводились какие-то запретительные меры первый раз, но, наверное, даже и потом случаются всплески. Да, да, горячая линия у нас начала работу свою в марте 2020 года. Подключили горячую линию на наш единый номер 410-410. И, конечно, несмотря на то, что мы сами уходили на удаленку на две недели, был такой период в марте-апреле, сотрудники, не выходя из дома, они оказывали поддержку, отвечали на вопросы тогда уже вышедших постановлений об ограничении, то есть разъясняли, помогали. Очень много было звонков, сейчас уже даже цифру я не назову, сколько там тысяч звонков поступило за определенный период, но эта линия продолжает работать, так как эти постановления постоянно все равно сейчас претерпевают изменения. И мы всегда их отслеживаем, и предприниматели уже привыкли, они звонят, и все равно нам эти вопросы адресуют. Да, не буду читать постановления, ничего не понимаю, позвоню людям, которые по-человечески разговаривают. Из вот всех направлений перечисленных, какое вы бы назвали самым востребованным? Мне вот почему-то кажется, что кредитование. Да, конечно, нет, вы не ошибаетесь. То есть, конечно, финансовая поддержка, она наиболее востребована. Деньги нужны, деньги нужны на оборотные средства, особенно сейчас динамика видна, именно по оборотным средствам увеличивается количество заявок. То есть оборотные средства нужны, это пополнение кассовых разрывов, закуп материалов, товара, цены растут, поэтому предприниматели как бы стараются закупить по каким-то акциям, сниженным ценам. И мы, конечно, видим спрос на заемные продукты. Мало того, что у нас так ставки невысокие, у нас идет платеж на остаток долга, то есть платеж дифференцированный, не аннуитетный. Никаких скрытых комиссий, ничего нет, так как деньги бюджетные, и наша задача заключается в поддержке предпринимательства, в поддержке бизнеса. Также, несмотря на то, что ставки низкие, мы еще два раза в 2021 году у нас была акция, то есть ставка была равна ключевой ставке Банка России. Это какая-то антикризисная мера была. Да, это были антикризисные продукты, и вообще у нас линейка, матрица кредитных продуктов достаточно широкая. У нас есть и займы для определенных отраслей, например, это сельское хозяйство или народно-художественные промыслы, то есть там ставка еще ниже. Приоритетные отрасли мы выделяем. А давайте про цифры поговорим, какие суммы выделялись, какой год был самый богатый на денежные потоки или самый бедный. За три года реализации национального проекта было выдано около 2000 займов на общую сумму 2,3 миллиарда рублей. И несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, 2020 год оказался среди них самый активный. Порядок цифр не сильно отличается от 2021 года, но на 50 миллионов разница есть. То есть несмотря на наличие ограничений, на наличие проблем в ведении бизнеса и обращением за отсрочками, много было обращений за отсрочками в период вот этот пандемийный. А несмотря на все это, предприниматели активно пользуются поддержкой центра «Мой бизнес» в плане предоставления заемных продуктов. А что с платежной дисциплиной нашего бизнеса? Вы знаете, с платежной дисциплиной нет больших проблем. Государство позаботилось об этом. И у нас были приняты меры в 2020 году по предоставлению отсрочек. Со стороны Центрального банка был ряд пожеланий, указаний о том, чтобы мы предоставляли эти отсрочки. Ну и естественно, мы тоже как фонд заботимся о том, что лучше сейчас продлить выплату основного долга, чем попасть в какую-то неприятную ситуацию и потом вообще получить невыплату. Конечно, мы шли навстречу предпринимателям, мы предоставляли отсрочки в погашении основного долга, рассрочки, пролонгации. И как бы несмотря на все эти проблемы, у нас не увеличилась дебиторская задолженность. То есть предприниматели вот так вот плавно, они вышли из трудного положения, они снова вошли в графики, дальше платят по графику. И Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, как микрокредитная компания, входит в топ-10 лидеров по портфелю и по капитализации, и по уровню просроченной задолженности по России. То есть наряду с Ленинградской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым мы в десятке лидеров. Еще одна связанная с кредитованием меры поддержки – это банковские гарантии. Здесь вот как обстоят дела, насколько часто этим механизмом пользуются? Да, этот механизм тоже рабочий. Конечно, объемы здесь меньше. У нас небольшая капитализация, мы не самая большая региональная гарантийная организация, у нас капитализация чуть больше 200 миллионов составляет, но тем не менее у нас 9 банков-партнеров. Мы работаем со всеми банками-партнерами, с региональными, с федеральными. В 2021 году особенно активный этот год оказался для данного вида поддержки. Мы оказали поддержку 44 предприятиям в 2021 году. На общую сумму мы поручили 174 миллиона, а сумма поддержанных кредитов при этом составила около 500 миллионов рублей. То есть это очень хорошие показатели для фонда. За три года реализации нацпроекта мы поддержали 98 предприятий за три года. На общую сумму 404 миллиона, это сумма нашей поддержки составила, а сумма поддержанных кредитов составила более 1,2 миллиарда рублей. А что за ситуации, когда приходится прибегать к банковским гарантиям, а не просто взять денег у вас? Здесь речь идет уже о больших суммах кредита. То есть если мы предоставляем займы до 5 миллионов рублей, то предприятия обращаются уже в банки, если им нужна большая сумма. И у них не хватает, например, залога, то мы можем выступить поручителем, гарантом их обязательств перед банком. Сейчас я предлагаю позвонить одному из ваших партнеров, руководитель компании «Стройся вятка» Михаил Пономарев. Расспросим его, какими услугами центра «Мой бизнес» пользуется его компания. Михаил, можете коротко рассказать о своей компании, как давно существуете, чем занимаетесь? Существуем мы с 2013 года. Занимаемся строительством в сфере малоэтажных домов, производством домокомплектов, домов для самостоятельной сборки, стропильных конструкций, сферами на МЗП, строительством промышленных зданий на основе деревянного каркаса. Как давно вы сотрудничаете с центром «Мой бизнес», с фондом поддержки предпринимательства? Какими услугами пользовались? С фондом поддержки мы работаем очень давно. Точно год сейчас не вспомню, но более пяти лет. Пользовались различными услугами, которые они предлагают. Первое – это, безусловно, кредитование. Фонд предоставляет кредиты на очень льготных условиях. Ставка может быть до двух раз меньше, чем предлагает обычный банок. Упрощенная схема – достаточно получения кредита. Брали различные суммы – миллион, два, три миллиона. Также различная поддержка по представлению нашей области и нашей компании на различных выставочных мероприятиях. Мы ездили в Москву. То есть фонд полностью оплачивает участие, то есть расположение стенда на этой выставке. Суммы такие достаточно немаленькие. Это позволяет получить дополнительные какие-то знакомства, клиентов. И еще мы также обращались по поддержке на рекламу. Грубо говоря, поделяли бюджеты. То есть мы написали, сколько нам нужно на продвижение нашей продукции в интернете. Также фонд оказал поддержку. Средства выделил на рекламу. Брали заем на строительство объекта с последующей перепродажей. То есть взяли заем, построили многоквартирный дом, потом его продали по квартирам. Брали средства на приобретение оборудования достаточно дорогостоящего, редкого. То есть это в любом случае очень помогло развитию нашей компании, особенно на начальных этапах. В банке кредит было получить достаточно тяжело. Не хватает там средств залогового обеспечения. Это и процентные ставки. Поддержка весомая была для нас. Была большой полчок для развития нашей компании в дальнейшем. Михаил Пономарев. Это компания «Стройся Вятка», напомню. Про выставочную деятельность, про поддержку в этом направлении. Расскажите, скольким компаниям за три года удалось помочь? Куда вы их отправляете? Или они сами, кстати, туда едут, а вы просто поддерживаете финансово? Да, это одно из направлений проведения выставочно-ярмарочных мероприятий как раз Центра поддержки предпринимательства. Они сами заявляются, на какую выставку они хотят, а мы уже договариваемся, обговариваем все с застройщиком, проплачиваем суммы в пределах финансирования предпринимателей, и предприятие уже само туда едет. За три года реализации национального проекта 146 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в более чем 80 выставках на территории Российской Федерации. Наиболее востребованные выставки – это международная специализированная выставка «Продэкспо», международная выставка «Моды СПМ», международная выставка «Деревянный дом», выставка продуктов питания «Ворлдфуд» в Москве, специализированная выставки для производителей упаковочных товаров «Росупак», российская агропромышленная выставка «Золотая осень», ну и наша любимая, наверное, выставка народно-художественных промыслов, наша «Ладья зимняя сказка». Мы обычно ездим туда на осеннюю выставку, так как финансирование у нас с марта мы не успеваем на весеннее попадать в выставки. Мы начинаем работу где-то с марта месяца. Порядка 150 предприятий мы свозили за три года на выставки. Это как индивидуальные стенды можно, так и коллективные. Про образовательные какие-то программы мы уже немножко начали. Я, насколько понимаю, там количество участников и направлений образовательных очень большое. То есть у нас уже были неоднократно гости, которые рассказывали про женский бизнес. Для стартаперов отдельные какие-то программы. Я до сих пор под впечатлением, что вы приглашаете сексологов и психологов для того, чтобы читать лекции людям, которые просто пришли. Мы хотим быть предпринимателями. Есть какие-то данные по прошлому году, по востребованности? Конечно, за три года реализации нацпроекта мы провели более 200, если быть точнее, 211 обучающих мероприятий. В 37 крупных образовательных проектов. Наибольшей популярностью, конечно, пользуется эта школа бизнеса для женщин. То есть это целый курс, который длится не одну неделю. Да, несколько недель, там два потока было у нас в этом году. То есть он такой наиболее популярный. Также это интернет-маркетинг тоже очень популярный. Мы уже не первый год его проводим. Социальное предпринимательство уже плотно вошло в нашу жизнь. Это социальное предпринимательство, так как федеральные средства предоставляются на гранты именно социальным предприятиям. Поэтому очень важно и нужно именно обучать такие предприятия, давать им какие-то основы. Также это успешный ресторатор, начни своё дело, это для начинающих предпринимателей. Активно у нас зашёл такой обучающий проект в прошлом году, как по охране труда. Он очень узкий, но в связи с повышенным спросом мы повторяем его. Удивительно, потому что кажется, что охрана труда это то, о чём никто не хочет никогда думать. Ну и зря, потому что это очень такая тема, очень важная, щепетильная. Охране труда нужно, нужно и важно уделять внимание на предприятии. Конечно, особенно это касается промышленных каких-то, производственных предприятий, это очень важно. Вообще на любом предприятии нужно этому вопросу уделять внимание, а у нас это обучение бесплатно. Мы выдаём по результатам обучения корочки по охране труда, то есть не нужно тратить деньги на обучение своих специалистов. Наличие таких корочек обязательно на предприятии. Давайте ещё про бесплатные услуги, это всегда заманчиво. Образование, помощь в продвижении какая-то тоже, я так понимаю, оказывается на безвозмездной основе для предпринимателей. То есть они ничего не вкладывают в это. Вот смотрите, у нас образовательные проекты, консультационные услуги, они полностью бесплатны для предприятий, для субъектов малого и среднего предпринимательства. Что касается финансирования затрат по сертификации, популяризации, упаковки бизнеса во франшизу и выходу на электронно-торговые площадки, а также участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, то здесь речь идёт о частичном софинансировании, если сумма уже как бы превышает ту сумму, которая у нас ограничена сметой и нашими нормативными документами. То есть на выставку мы выделяем 100 тысяч рублей. Если выставка стоит дороже, уже стенд обходится, то предприниматель вкладывает свои средства. Это же касается сертификации, популяризации и упаковки бизнеса во франшизу. У нас есть ещё один участник беседы, который здесь не присутствует. Это начальник отдела продаж компании «Квадрат» Станислав Репин. Позвоним ему, тоже партнёр центра «Мой бизнес». Доброго дня, радиоведущие, гости студии и радиослушателей. Станислав, расскажите, пожалуйста, коротко про вашу компанию «Квадрат». Как давно существуете, чем вы занимаетесь? Компания «Квадрат» занимается производством разборных металлических кроватных оснований и разборных кроватей металлических. Компанию уже более 19 лет продаём свою продукцию на российском рынке, а также ближе к дальнему зарубежному. Взаимодействие с центром «Мой бизнес», с фондом поддержки предпринимательства, вот из этих 19 лет сколько у вас? Впервые обратились в конце декабря прошлого года. Мы отправили заявку в Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат на услуги по продвижению выпускаемой нами продукции, а именно на создание рекламных видеороликов. Наша заявка была оперативно обработана и одобрена. То есть сразу показатель того, что в фонде работают настоящие профессионалы, с которыми, на самом деле, приятно иметь дело. Как вы пришли к тому, чтобы обратиться вот за такой поддержкой? Мы уже несколько лет сотрудничаем с центром поддержки экспорта Кировской области. Коллеги нам подсказали, что есть возможность продвинуть свою продукцию и получить поддержку от центра поддержки предпринимательства. Посмотрели, почитали, какие нужны документы, все необходимое подали, и нам заявку одобрили. После этого мы и начали наши с ними отношения и общение. Я думаю, что мы и продолжим, потому что нам это интересно, мы хотим и дальше развиваться и развиваемся. Спасибо, Станислав. Спасибо вам огромное. До хорошего дня. Это был Станислав Репин, начальник отдела продаж компании «Квадрат». Мы продолжаем разговор с Ольгой Елгешиной, руководителем центра «Мой бизнес». Вы работаете по нацпроекту. Мне очень запомнилось один из показателей эффективности по нацпроекту. Это количество людей, которые должны быть вовлечены в сферу предпринимательства к какому-то году. А кажется, что такая у нас экономическая ситуация, что рисковать никто не хочет. И, наверное, все бы предпочли, я не знаю, работать на государство или в каких-то более предсказуемых, что ли, сферах, чем предпринимательство. Но вот я так понимаю, что вы занимаетесь как раз тем, чтобы людям дать уверенность в том, что они могут заниматься бизнесом. И это, на самом деле, часто путь к успеху. Да, вы правы, конечно, предпринимательство не для каждого. И в том числе по результатам прохождения обучения в центре «Мой бизнес» кто-то понимает, что он не может и не хочет заниматься предпринимательской деятельностью. Кто-то наоборот. И, да, наша задача вовлекать в предпринимательскую деятельность молодежь, детей, подростков. То есть наша задача как бы растить предпринимателей, самозанятых в предпринимателей, уже из микро в малый бизнес, из малого в средний, из среднего в крупный. То есть в рамках проекта «Акселерация» наша задача обеспечить вот этот вот рост предприятий с помощью мер поддержки центра «Мой бизнес» в том числе. И вот одним из направлений, которое направлено на вовлечение, является реализация проектов и программ для детей 14-17 лет. Это тоже сейчас занимаемся мы на базе центра «Мой бизнес» мы проводим различные обучающие мероприятия, деловые игры. В этом году мы провели, у нас был первый опыт, первый год мы реализовывали данное направление. Мы провели обучающий проект «Бизнес детки». Также мы провели на базе «Кванториума» деловую игру, которая показала, что у нас очень много подростков, которые могут, хотят и желают заниматься предпринимательской деятельностью. Они очень активные, они очень креативные, им это интересно, они могут этим заниматься. Конечно, существует определённая воронка тех, кто зашёл на проект и тех, кто вышел уже по итогу. Это всегда имеет место быть, но всё-таки мы поняли, что дети у нас хотят развиваться и хотят как-то улучшать жизнь нашу в плане предпринимательской деятельности в том числе. А что касается людей старшего возраста, входят ли они в сферу вашей деятельности? Ну, у нас нет ограничений по возрасту, то есть в проектах могут участвовать от 18 и далее, там уже не ограничено. Может быть, люди могут заниматься бизнесом, начиная и в 50, и в 60 лет. Самозанятые вот у нас, допустим, в этом году мы тоже начали уже помогать самозанятым первый год. Категория появилась, и меры поддержки их тоже не обошли стороной. На проекте «Женский бизнес» тоже присутствует, возраст там 50+, 60+. То есть, конечно, да, такие люди есть, они занимаются бизнесом, они боятся, поэтому мы очень рады наблюдать их развитие в дальнейшем. Сейчас прервёмся на рекламу. Напомню, что мы говорим с руководителем центра «Мой бизнес» Ольгой Елгешиной. Возвращаемся в студию. Напротив меня руководитель центра «Мой бизнес» Ольга Елгешина. Про бизнес и господдержку сегодня говорим. И конкретно теперь хочется про кластеры. Много говорится о том, что у нас эти кластеры создаются. Вы уже сказали, что у нас их сколько? Шесть. Шесть кластеров. Что это такое? Давайте расскажем как-нибудь понятно людям, что компания даёт участие в этом кластере. Какие на неё налагают обязанности вообще? Что для неё меняется? Или просто это номинально? Я записался в участники кластера, подписал там что-то типа декларации, что я разделяю ценности этого кластера и дальше не знаю, что. Кластер — это не просто подписался и зашёл в кластер, и ничего для этого не делаю. Кластер — это вообще как бы объединение предпринимателей, они объединяются с какой-то определённой целью, у них есть задача, у них есть стратегия развития этого кластера, у них есть совместные проекты среди участников кластера, то есть они должны их реализовывать, в том числе и сами по себе, как сами по себе, так и с помощью привлечённых источников финансирования, таких как наши, как центры кластерного развития им помогают. То есть это взаимовыгодное такое сотрудничество среди предпринимателей, которые знают общую какую-то цель, общие проекты, они поддерживают друг друга, например, даже могут организовывать какие-то общие закупки материалов, допустим, в кластере лёгкой промышленности, им можно организовать, чтобы им было дешевле, чтобы они должны быть нацелены на уменьшение себестоимости продукции, в том числе у каждого из отдельно взятого, так и вместе могут создавать какой-то совместный продукт. То есть это объединение предпринимателей для решения какой-то общей глобальной задачи, ну и, конечно, на уровне региона кластеры должны выполнять определённые функции, исполнять свою стратегию, увеличивать налоговое поступление в бюджет, создавать новые рабочие места, увеличивать объёмы реализованной продукции. Давайте на примере какого-то конкретного кластера разберём. Вот есть один из первых, биотехнологический. Кто в него входит, что их объединяет и, главное, чем вы помогаете? Биофармацевтический кластер у нас один из таких основных базовых кластеров. Он создан, как и биотехнологический, в 2008 году. Официально зарегистрировано в ноябре 2013 года как ассоциация биофармацевтический кластер «Вятка Биополис». Деятельность его направлена на производство субстанций, являющихся основой для построения технологической цепочки выпуска готовых лекарственных форм. То есть якорным предприятием данного кластера является предприятие, всем известное нам, это «Наналек». В состав кластера входят 30 участников, из них 16 – это субъекты малого и среднего предпринимательства. То есть в состав кластера входят не только субъекты малого и среднего предпринимательства. Это должно быть обязательно какое-то крупное предприятие якорное. Это, конечно же, наука, университеты, институты. Биатский государственный университет у нас входит в состав этого кластера. То есть это соединение производства, науки и бизнеса. То, что еще важно для кластера, это объединение различных направлений. То есть это наука, производство, предприниматели. Они должны находить общие точки соприкосновения, взаимодействия. Естественно, у них должны быть общие совместные проекты. Здесь направление развития кластера – это импортозамещение, инновационное развитие и развитие биофармацевтики региона. Допустим, я какая-нибудь маленькая компания, которая считает, что может пригодиться вот в этой сфере. Как мне попасть в этот кластер? Ну, попасть в кластер можно через центр кластерного развития, то есть через нас, через центр «Мой бизнес» можно обратиться к нам. Мы дадим контакты уже руководителя кластера, и он дальше уже будет отсматривать заявку предприятия. Если меня взяли, то я могу рассчитывать, что меня представят руководителем каких-то направлений, ладно, на налега, научных из университета, и что я смогу им предлагать какие-то услуги. Вот это так примерно работает? Да, да. То есть вы уже войдёте в кластер, и, конечно, вас познакомят с остальными участниками кластера. Нужно будет найти какие-то общие интересы, да, общие точки соприкосновения, и, естественно, как бы ваш вклад в кластер тоже должен быть какой-то определённый, существовать там в плане взаимодействия именно по производству, по реализации продукции своей. Но помимо того, что это там нетворкинг, да, есть ещё и какие-то меры поддержки, да, с вашей стороны? Да, конечно, когда кластер существует со стратегией, а у нас они все со стратегиями развития, все шесть кластеров, стратегия утверждается у нас с правительством Кировской области, то есть она официально на бумаге существует, она пятилетняя. И только в том случае, если есть стратегия, кластер имеет право претендовать на государственную поддержку в центре «Мой бизнес». Поэтому они собирают заявки в начале каждого года, каждый кластер собирает заявки со своих участников кластера, соответственно, предпринимателя. Мы можем оказывать поддержку здесь уже только предпринимателям, участникам кластера. Они собирают заявку, защищают её перед комиссией, у нас комиссия независимая, и комиссия уже одобряет те заявки, которые могут быть профинансированы в текущем году. Но основные направления – это сертификация, декларирование продукции, это проведение выставочных мероприятий, это написание технико-экономических обоснований, проведение маркетинговых исследований. Один из KPI – это у нас вывод продукции, новой продукции на рынок. Время нашей беседы подходит к концу. Про KPI-то всё-таки хочется поговорить, как у вас с ним, у самого моего бизнеса. Ну да, KPI, конечно, это вопрос самый такой щепетильный, да, у нас везде KPI и в рекпроектах, и в нацпроектах, соответственно, выполняем его мы. На сегодняшний день мы не сорвали реализацию нацпроекта за три года, то есть показатели все выполнены, всё, что от нас требовалось, мы сделали. Показателей достаточно много, в 2019 году было 8 показателей ключевых, в 2020 году уже было их 10, в 2021, ну тоже, да, 10 осталось, но в принципе они все выполняются, они по разным направлениям, то есть это и финансовая поддержка здесь есть в KPI, есть и деятельность Центра поддержки предпринимательства, кластерного развития, то есть все показатели завязаны на тех направлениях, которыми мы, по сути, занимаемся. Про будущее. 2022 год, чем вы будете заниматься? Особенно, наверное, про новое хотелось бы узнать. Да, ну в принципе, Центр мой бизнес продолжает также реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. У нас впереди еще три года реализации национального проекта в рамках трех региональных проектов, это самозанятое, вовлечение и акселерация. Мы будем продолжать оказывать комплексную поддержку бизнеса, финансовую поддержку, консультационную поддержку и все те меры, которые в 2021 году мы оказывали, будут также доступны предпринимателям. Из новых направлений и по запросу бизнеса Центр мой бизнес в 2022 году планирует оплачивать затраты по регистрации товарного знака. Эта тема оказалась очень актуальной и востребованной среди бизнеса. И тут вот на днях у нас прошел семинар очень хороший, приезжал Роспатент и озвучивал направление новое изменение в законодательстве. Поэтому мы готовы к тому, что мы можем субсидировать затраты на регистрацию товарного знака производителям нашим. И очень будем рады, если мы кому-то здесь поможем и новые товарные знаки у нас будут в Кировской области зарегистрированы, чтобы достойно представить их на всей территории Российской Федерации. В целом направления работы и меры поддержки сохраняются. Наша задача оказывать их качественно и эффективно, развивая бизнес нашего региона, увеличивая налоговое поступление в бюджет, создавая новые рабочие места, сохраняя, естественно, старые. Также горячая линия у нас продолжит работу в прежнем режиме. Мы будем отвечать на все запросы предпринимателей. Ну и вообще, как бы по любому вопросу, касающегося бизнеса, можно обратиться к нам в Центр мой бизнес. Пожелаем, чтобы эта линия была не очень горячей в новом году. Спасибо. У нас была руководитель Центра мой бизнес Ольга Елгешина. Удачи вам, успехов. Займ предоставляется Кировским областным фондом поддержки малого-среднего предпринимательства, микрокредитная компания.